Ростов сегодня это приезд главного санитарного врача России на стройплощадку областной инфекционной больницы и перспективы начать прием пациентов в июле. Это решение проблем, связанных с закрытием оксайдских рынков. Тут и антикризисные рабочие группы, и новая площадка для торговли овощами и фруктами на территории старого аэропорта, и встреча с предпринимателями. А также это открытие движения автобусов по мосту на Малиновского. Оно намечено на завтрашнее раннее утро. Ростов сегодня это написание диктанта победы, тренировка праздничного салюта к 9 мая и выпечка пасхальных краффинов. А еще пробный трейл забеги по насыпной трассе, очарование Делакруа и потепление до 20 градусов. На первом ростовском информационная программа «Ростов сегодня». И ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый этап строительства новой областной инфекционной больницы планируется завершить к 1 июля. И уже в июле начать прием пациентов. Об этом губернатор рассказал сегодня главному санитарному врачу страны. Анна Попова сегодня с рабочей поездкой в Ростове и вместе с Василием Голубевым побывала на стройплощадке инфекционки. Это очень правильное решение. Это как раз то, что мы давно хотели, чтобы было при инфекционных стационарах, что невозможно решить в условиях стесненной застройки городской. Главный санитарный врач особо отмечает дезинфицирующие возможности больницы. Ведь очищаться будет буквально все. Воздух, стоки, не говоря уже о помещениях и предметах. В девяти зданиях областной инфекционки будет четыре палатных отделения на 45 коек каждая. Реанимация на 20 мест. Лаборатория и корпус для уничтожения медотходов. Больница одноэтажная, что важно для соблюдения всех современных требований. Это будет абсолютно безопасное для каждого входящего сюда лечебное учреждение. И здесь нельзя будет заразиться ничем другим, кроме того, с чем ты сам сюда пришел. Это очень важно. И есть все для того, чтобы спасти человека в любом состоянии, в котором он сюда бы поступил. Эта больница станет одной из самых передовых в России. К примеру, в помещениях будет отрицательное давление воздуха. Когда вы открываете дверь, возможность попадания инфекции внутрь отделения, она сведена к нулю. Потому что весь выброс воздуха чистого, очищенного идет наружу. Таким образом, вы при открытии дверей заходите в чистое помещение и занести с собой вы ничего не можете. Предусмотрена и многоуровневая очистка воды. Для специалистов современной лаборатории не останется загадкой ни одна инфекция. Больница будет работать круглые сутки. Сюда же будут привозить больных по скорой. Сейчас для инфекционки закупают оборудование и набирают медиков. Задача состоит в том, чтобы до конца мая в основном завершить набор необходимого количества специалистов для начала работы. Мы рассчитываем, что при определенных условиях в июле месяце он должен принимать уже пациентов. Эпид-ситуация на Дону в целом лучше, чем по России, отмечает Анна Попова. Остается не испортить тенденцию слишком расслабленным проведением каникул. Главное, что сегодня нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция. И чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение и не увидим роста. Ну а эпидемических осложнений, по словам главного санитарного врача, в какой-то мере можно ждать к осени. Ведь у этого коронавируса все признаки сезонного заболевания. И важно, что новая областная инфекционная больница к тому времени уже начнет работать. Мария Филинкова, Мария Индрикова, Юрий Лешкова, Первый Ростовский. 9284 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано сегодня в России. При том, что накануне было почти на полторы тысячи меньше. Больше 9 тысяч в последний раз фиксировалось 17 апреля. В нашем регионе скачков нет. В сегодняшней статистике 229 положительных тестов. На Ростов приходится 75 из них. 16 пациентов с диагнозом ковид умерли. Причем пятерым не было и 55 лет. Привились от коронавируса 305 тысяч жителей области. В целом по стране заболевших, напомню, больше 9 тысяч 364 человека умерли. 8,5 тысяч выздоровели. На Алмазе, Атлантии и других закрытых на проверке рынках Аксайского района с сегодняшнего дня будут работать две антикризисные группы. Они созданы из чиновников и юристов для оперативного взаимодействия с торговцами по всем вопросам. О создании группы и других мерах урегулирования ситуации говорилось на заседании в правительстве под руководством губернатора. Основная задача не оставить добросовестных предпринимателей без работы. Василий Голубев поручил до 1 мая организовать временную площадку для оптовой торговли овощами и фруктами. Организовать работу телефонов горячей линии и частично это уже работает, насколько мне известно. Тем не менее, это должно быть доступно для всех предпринимателей. В случае необходимости они должны задать любой вопрос, который их интересует. Город и район должны сформировать свои предложения по нормализации ситуации и найти возможности поддержки торговцев. Ростов готов предоставить торговцам больше 9 тысяч мест, сообщает городская администрация. Это почти 5 тысяч мест на 9 рынках, 3,5 тысяч мест в двух торговых комплексах и почти тысяча на 7 частных земельных участках для постоянно действующих ярмарок. Причем даже на льготных условиях договоренность с управленцами и собственниками уже есть. Бывшая фортуна на Малиновского готова предоставить больше 2 тысяч торговых площадей для продажи автотранспортных средств и других товаров. Рынок лидер на Вересаева, если будет запрос, может дополнительно оборудовать 2 тысячи квадратных метров торговых площадей. Итак, рынок овощной переедет к старому аэропорту, там организуют необходимую инфраструктуру. Классик продолжает работать в обычном режиме. А вот ситуация с другими рынками Оксайского района, на которых идут полицейские и прокурорские проверки, пока не решена. Сегодня с предпринимателями «Алмаза» встретились областные власти в поисках выхода из сложной ситуации. Это, пожалуй, главная просьба предпринимателей, работающих на рынке «Алмаз», а точнее, с недавних пор не работающих. Торговый комплекс закрыли. Полиция и прокуратура изучают вопросы с земельными участками. И арендаторы стали заложниками обстоятельств. Товар стоит, поставки срываются, убытки растут с каждым днем. Сегодняшняя встреча областных властей и бизнесменов – попытка разрешить сложную ситуацию. С овощным рынком выход найден. Торговцам предложили начать работу на новой площадке. Ее организуют на территории старого аэропорта. Но такая схема с переездом мало устраивает предпринимателей «Алмаза». Масштабы другие. Я могу аккумуляться. 25 лет. Это ладно. Вот просто витрина у меня состоит из 10 тонн. Вот 10 тонн – это витрина, это без запаса. Вот чтобы вы понимали, да, какая альтернативная площадка. Крупногабаритный товар и оптовые склады занимают большие площади. Столько места на других рынках не найти. Да и уезжать с привычного места, где все обустраивалось годами, люди не хотят. Эта позиция понятна, комментирует первый замгубернатор. Чтобы учесть интересы всех представителей торговли, создан специальный штаб при правительстве. Вчера на штабе было принято решение. И созданы две рабочие группы, которые с 10 часов утра сегодня работают на двух рынках. На Овощном и на Атлант-Сити. Они точно так же будут работать все выходные и праздничные дни. Рынок «Классик» работает в штатном режиме. К нему у правоохранителей было меньше всего вопросов, поясняют на встрече. Тем временем прокуратура сообщает, что проводит проверку исполнения федерального законодательства. В связи с поступившей информацией из правоохранительных органов, а также публикациями ряда средств массовой информации о нарушении федерального законодательства при организации торговой оптово-розничной деятельности на территории Оксайского района, рынке овощной, строительной «Алмаз» и «Атлант», прокуратурой Ростовской области проводится проверка с привлечением контрольно-надзорных органов. Диалог с предпринимателями продолжится завтра. Разговор обещают более детальный с учетом сегодняшних предложений. Виктория Щетинина, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Завтра по мосту на Малиновского поедут автобусы. Движение общественного транспорта откроется в 6 утра. Дорожники сделали временный подъезд к путепроводу от конечной остановки. По новому мосту поедут автобусы номер 10 Суворовский и ГПЗ-10, номер 72 Мегамаг улицы Малиновского, номер 94-96 ГПЗ-10 Сельмаш и 16 региональных маршрутов. Движение пассажирского транспорта будет реверсивным. Обычным автомобилям ехать по путепроводу по-прежнему пока нельзя. За уличные гонки без правил придется заплатить. Автоинспекция штрафовала стритрейсеров, резвившихся на левом берегу Дона. Также в сегодняшней сводке Ростовского городового два ДТП с такси и водителем без прав и годовой запас марихуаны. Анастасия Фериченкова доложит с подробностями. Ростовский городовой на страже информации о самом заметном хронике происшествия этой недели расскажу прямо сейчас. Здравствуйте. Любитель травки с очень крупным пакетом попался полицейским. 43-летнего ростовчанина задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При осмотре дома нашли строительный пакет, но совсем не для ремонта. В нем хранилось больше 4 килограммов каннабиса, той же марихуаны. Такой мешок травы спрятать сложно. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Ему избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание по этой статье от 4 до 8 лет колонии. В стритрейсер накатали на штрафы, в сети появились кадры ночных покатушек на Левобережной, где любители гонок на машинах нарушают всевозможные ПДД, дрифтуют и значительно превышают скорость. Такое видео возмутило многих ростовчан, в том числе полицейских. В комментариях жители Донской столицы отметили, что герои публикаций регулярно нарушают правила дорожного движения и создают аварийные ситуации. В результате проведенной работы инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 21-летнего водителя автомобиля Toyota Mark II, который ранее 9 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. Теперь добавилась еще парочка. За управление неисправной машиной, а именно с внесенными в нее запрещенными изменениями, без страховки, непристегнутыми и за повреждение дорог. В общей сложности штрафов почти на 15 тысяч рублей. Второй 25-летний стритрейсер заплатит примерно такую же сумму за те же нарушения. При этом оба гонщика обязаны устранить кустарные переделки своих уличных болидов. Тем временем негоночное такси стало участником ДТП. Сегодня утром в самом центре Ростова у площади Советов на пересечении Большой Садово и Соколова оно столкнулось с Хюндаем. В итоге такси серьезно повреждено спереди, а у легковушки помяты крыло и фара. Люди при этом не пострадали. Водитель без прав устроил ДТП на коммунистическом. 19-летний парень на ВАЗ-2110 не справился с управлением, выскочил навстречу и врезался в Тойоту. А то ударом отбросило в попутную ладу. Пострадали виновник аварии 69-летний пассажир Тойоты. На этом у меня все. Коллеги, вам слово. Продолжаем информационную программу. Ростов сегодня это написание диктанта победы, тренировка праздничного салюта к 9 мая и выпечка пасхальных краффинов. А еще пробные трейл-забеги по насыпной трассе, очарование Делакруа и потепление до 20 градусов. Пантонный мост на Зеленый остров будет открыт к майским праздникам, то есть до 1 мая. Как сообщают в администрации, уже завершен последний этап работ. Поднят элемент, соединяющий мост с береговым устоем. А дальше проверка инспекторам ГИМС и ввод в эксплуатацию. Прочитайте отрывок из воспоминаний адмирала Пантелеева и назовите пропущенную фамилию будущего адмирала флота Советского Союза. Приказ, созданный им в ночь на 22 июня 41 года, обеспечил успешный отпор советского ВМФ агрессорам в первый день войны. Так звучит первый вопрос диктанта победы, который писали сегодня в 80 странах. Как видим, вопросы сложные, но ведь и главный приз серьезный – приглашение на парад победы в Москву. А еще дополнительные баллы для поступления в ВУЗы. Наша съемочная группа стала участницей диктанта на площадке публичной библиотеки. Вот ваша ручка. Удачная диктанте. Спасибо. Публичная библиотека – одна из 630 площадок диктанта победы. И это только в нашем регионе. Жаждущие писать начали приходить сюда за полтора часа до начала. Студенты, школьники, учителя. Историю любил, поэтому он как бы пришел. Преподаватель предложил, что вот есть такой диктант. Ну и многие ребята заинтересовались. Ну и в принципе как-то ну все, коллективно, цепной реакцией, когда все взлетели. Светлана Головенко – учитель математики, но быть далекой от истории, тем более Великой Отечественной, говорит, просто невозможно. Так что она сегодня здесь с учениками. Патриотическому воспитанию в их санаторной школе внимание особое. Видите, это очень патриотическое мероприятие, поэтому надо обязательно принять участие. Потому что это такой великий день. И вот таким образом его тоже можно отметить. Мы первый раз участвуем в таком. Диктант победы – это не о знании русского языка и не о правописании. Это возможность почтить память героев, вспомнить те события и уроки войны. Акция объединила всю Россию, все поколения, национальности и даже страны. В этом году присоединились Ливан, Португалия, Люксембург, Эфиопия. И теперь диктант победы пишут 80 стран. Я желаю всем нам сегодня написать его так, чтобы каждого, те вопросы, которые мы увидим сегодня перед собой, тронули за душу. Чтобы мы, когда будем писать этот диктант, вспомнили о своих героях в каждой нашей семье. А ведь эта война коснулась каждую семью. Чтобы сегодня здесь мы мысленно сказали им спасибо. На столах только бланки и ручки на 25 заданий, 45 минут. Вопросы, кстати, не из легких. Например, фото танка на постаменте и вопрос, в каком уральском городе стоит этот памятник. Хорошо ответившие школьники получат дополнительные баллы для поступления в ВУЗы. А главный приз для федеральных победителей – приглашение в Москву на Парад Победы 22 года. Вот туда, как классно. Это было бы, конечно, замечательно. Это была бы, конечно, мечта. И, знаете, думаю, что наши дети достойны этого. Но это только федеральным победителям, тем, кто ответил на все вопросы без ошибок и быстрее всех. В нашем регионе за два года никто на тот уровень не вырывался. Зато мы в лидерах по числу площадок. Итоги диктанта Победы подведут 24 июня. Марина Черных, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Утром Парад Победы, вечером Салют. 9 мая несколько десятков залпов дадут из гаубиц и салютных установок артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии. Сейчас они усиленно готовятся на Кузьминском военном полигоне, где к салютным залпам прислушался и присмотрелся наш корреспондент Иван Полехин. Залп гаубичная батарея дает серьезный. Могу констатировать, волосы и одежда шевелятся даже на расстоянии 20-30 метров от установок. Но бояться выстрелов из этих 122-мм пушек не стоит. На Кузьминском полигоне проходят тренировки специального салютного дивизиона. Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии готовятся громогласно отпраздновать День Победы. Рядом с гаубицами Д-30 салютные пусковые установки 2А-30М. Огромная мортира позволяет запускать заряды пяти цветов – красного, зеленого, желтого, белого и голубого. На высоту 180 метров и больше. В общем, военные обещают 9 мая в небе над Ростовом точно будет красиво. К слову, все участники артиллерийских расчетов – солдаты-срочники. И для каждого из них участие в праздничных мероприятиях Дня Победы – особая честь и ответственность. Никогда не думал, что стану артиллеристом. Всегда рвался в разведку. Попал сюда с распределительного пункта Уфы, Башкортостана, сам буду. Служу уже больше 300 дней по срочной службе. Не просто стрельба, не какие там просто учения, а уже как-то священный праздник. Это просто не просто стрелять бы абсолютно в честь Победы, в честь Дня Победы. В общем, вечером 9 мая выходите на улицу, слушайте внимательно и направляйте взгляд в небо. Артиллеристы ЮВО будут работать именно для вас. Иван Полехин, Руслан Камчиев, Первый Ростовский. Соединяем круассан и маффин и получаем новый тренд в кулинарном деле – краффин. Такая пасхальная выпечка может стать украшением современного праздничного стола. Рецепт наш корреспондент Татьяна Цепелева узнала сегодня в храме мученицы Татьяны и в деталях рассмотрела, как эти краффины печь. Последние дни до Пасхи время повышенной активности на кухне. Радость пасхальной трапезы, пусть и не главная, но все же важная составляющая праздника. Согласно традиции, печь куличи начинают в чистый четверг. Из 8 яиц, килограмма сахара, 2 килограмма хуньки, получится у нас 14 краффинов весом 250 грамм. Краффин – кружевной пасхальный кулич. Гибрид слоеного круассана и маффина. В основе – сдобное дрожжевое тесто. Интересной фишечкой нашего теста является изюм или сухофрукты, которые замачиваются в коньяке и свежевышенном апельсиновом соке. Для того, чтобы придать тесту такой необычный аромат и запах, и вкус. Задача на сегодня – испечь несколько десятков пасхальных краффинов. Процесс небыстрый. Тесто должно несколько часов постоять в теплом месте, как говорят кулинары, подышать. А дальше его раскатывают в очень тонкий прямоугольный пласт, смазывают сливочным маслом, добавляют изюм, сворачивают в рулет, формируют и выпекают краффин. Для отца Дионисия готовить на церковной кухне в удовольствие. К тому же пару месяцев назад сбылась его давняя мечта – при церкви открыли пекарню. Люди, которые работают здесь в ДГТУ, в Арнирсе, вот институт есть, на обеде, на перерыве заходят за хлебом, купить себе его на работу или домой. Но вот знаю точно по рассказам многих людей, что покупая хлеб у нас в храме, люди не доносят его. По дороге они его съедают уже, да, он заканчивается. Хлеб в церкви – символ Христа. Здесь его пекут по особой рецептуре. Главная помощница на кухне – Людмила. Хотим в этот праздник порадовать своими изделиями, которыми именно печем в этой пекарне. Наш настоятель давно мечтал об этом, и вот может его мечта частично осуществилась, не печем, конечно, такими количествами, как он хотел, но мы только начинаем. Ну а главное в рецепте всей пасхальной выпечки, как здесь говорят, соблюдать чистоту мыслей и высокий душевный настрой. Татьяна Цепелева, Юрий Лешко, Первый Ростовский. Ростовчане в последние дни совсем отбились от рук. То самокаты чужие в Дон выбросят, то гору мусора навалят там, где не надо. И все это, конечно, с удовольствием обсуждается в соцсетях. Что еще зацепило горожан в интернете, знает Юлия Карасюк. А знает она, узнаем и мы. Еще ростовчане удивляются пассажиру щеглу и наблюдают за подготовкой к 9 мая. Эй, до скворечника не подбросишь? Так могла бы сказать эта птица, но нет. Она просто нагло залетела в автомобиль и спокойно поехала. Да, невозмутимости можно только позавидовать. Даже перышко не дрогнуло в незнакомой обстановке. А пользователи стали гадать, что же это за вид пернатых. Это щегол щеголяет, пишут знатоки. Стыдно не знать. Хотя вариант гламурный воробей понравился мне больше. Да и птички подходят. За проезд не заплатил, покатался бесплатно. Короче, день удался. Можно сказать, щегол перещеголял сам себя. Город-свалка, город-мечта. Судя по всему, так должен выглядеть Ростов в представлении некоторых горожан. На этих кадрах видно, две газели со строительным мусором решили разгрузиться у обычных баков во дворе. Наказать таких вандалов и дикарей, грозно пишет автор видео. И напоминает, что подобные отходы обязательно нужно вывозить на полигоны. А что же вы просто снимаете, а не делаете замечаний, отвечают те, кто не прочь подбросить лишнего. Ну уж в комментариях так точно. А самые беспощадные требуют увеличить штраф для подобных деятелей мусорной культуры. Сначала ростовчане кричат «хотим, как в Москве», а потом занимаются вандализмом. Вот пример. В городе появился прокат электросамокатов. Все предельно просто. Оплачиваешь с телефона и катаешься, сколько душа пожелает. А потом аккуратно оставляешь транспортное средство для следующих желающих. Но последнее правило некоторые решили не соблюдать. Вот, попользовался и выкинул в урну. Один молодой человек вообще швырнул самокат в Дон. И опять видим в комментариях знакомое слово «дикари». Нет, ну а что, удивляются некоторые в комментариях. Не мое, а значит можно с этими самокатами делать все, что угодно. И напоследок, предчувствие праздника. Ростов начал готовиться к 76-й годовщине Великой Победы. На театральной площади сегодня устанавливали надпись «С Днем Победы». Дело это нелегкое, по кадрам видно, что без помощи техники не обойтись. А еще приводят в порядок памятники, отмывают и очищают от грязи. А у меня на этом все. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Юля, а мы переходим к спорту. Трейловый бег – это бег по природной негладкой местности. Но в Ростове такой рельеф создали искусственно. Первую горную трассу на юге России насыпали в Суворовском микрорайоне. Опробовали настил в забегах на короткие и длинные дистанции. Наш бегопрыжковый корреспондент Лев Клинов сам почему-то не бежал, но за другими следил внимательно. Да, друзья, потому и не бежал, чтобы ничего не упустить. Кто его знает, как поведет себя, пусть и относительно тренированный организм, там на пока еще неведомых дорожках. Итак, трейл раннинг, кросс плюс горный бег. Любителям и новичкам в пробном забеге, названном «Золото скифов», было достаточно километра, а профессионалы брали планки в 5 и 15. Стартовать можно и ведя прямую трансляцию. Борьба здесь за медали символически, а вообще важен сам принцип побеждать. Первым забегом обкатывают новую трассу. Катик, это лучшее, что было в моей жизни. Насыпанная трасса сложнее привычной бегунам гладкой, но тут, говорят спортсмены, интереснее. На одной дистанции можно испытать разные спортивные эмоции и нагрузки. Попасть на узкую тропу, подняться в гору и спуститься с нее, пробежать по камням и щебню. А участок пересеченной местности выглядит местом для отдыха. Обычно такие трассы прокладывают по реальной местности, а у нас насыпали. Берется горный какой-то, горный район, готовый уже, и там просто делается разметка, и люди бегают. В мире больше я не знаю, чтобы кто-то вот так взял и насыпал такой манеж горный. Теперь здесь будут тренироваться трейлеры-профессионалы. Вот эта вот порода завезена сюда специально. Это уникальное такое место для имитации горной поверхности. Вот здесь больше 4 тысяч грузовиков завезены. Пробуют экстремальную трассу и юные спортсмены. В смешанном детском забеге всех перебегала 12-летняя Соня Романчук. Меня больше мотивировал мой тренер. То есть он бежал впереди меня и кричал, Софа, давай, Софа. Спасибо большое. Друзья, молодое поколение, внимательно слушайте нас. Благодаря ей я приезжала впереди. Пейсмейкером или зайцем для своей ученицы стала ультрамарафонец Диана Бугрова. Для чемпионки России в беге на 100 километров километровая дистанция как разогревочный шаг. Провела к первому месту ученицу, а потом вышла на свой 5-километровый забег и победила и там. Мне понравилось. Круто, я думаю, ребят получили свои эмоции. Не сомневайтесь. Диана пришла в очень длинный бег из футбола, как говорит, за яркими эмоциями. Бегать по гладкому полю с мячом ей было скучно. За новыми впечатлениями на новую горную трассу приехали еще 120 человек из Ростова, Таганрога, Азова, Новочеркасска, а также Ставрополя и Краснодара. Ощущения просто супер. Сегодня практически все удалось. Покаять, не заберешь. Теперь на этой трассе будут проводить профессиональные соревнования. Лев Клинов, Олеся Слынко, Руслан Хамчиев, Первый, Ростовский. Он был очарован музыкой Шопена, героями Гёте и Шекспира, восторгался местными типажами в Марокко и Алжире и выражал все это на холстах и бумаге. А еще имя этого художника ассоциируется со свободой на баррикадах. Он создал символ французской революции 1830 года. В Ростове культурном сегодня очарование Делакруа. В ста литографиях и гравюрах с рисунков, эскизов и зарисовок. Делакруа работал почти во всех жанрах. Его картины живописны, беспокойны, выражают сильные страсти. На этой выставке литографии и гравюры. Иллюстрации к Фаусту Гёте и Гамлету Шекспира, а еще марокканский блокнот и портрет Шопена. Делакруа сделал набросок головы Шопена в лавровом венке, какой мы видим у Данте. Работая над плафоном Гомера, он изобразил вместо героев древности себя и своих современников, среди которых был и польский Моцарт. И несмотря на то, что Шопен был на 13 лет младше Делакруа, это не помешало их тесной дружбе, общению, они вдохновляли друг друга и, конечно, в свою очередь, музыка Шопена, она окрыляла Делакруа. В школе изящных искусств, где учился Эжен, царил академизм. Там нарабатывали мастерство на гипсовых слепках и натурщиках. Владение техникой рисунка очевидно в иллюстрациях к Фаусту. Сам Гёте говорил, что лучше Делакруа никто не смог их создать. Гамлет, этот герой на все времена, тоже есть в версии Делакруа. Художник словно следует крылатому. Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Чем отличаются эти вещи, такие тонкие, такие выверенные, такие, безусловно, композиционно замысловатые? В первую очередь, это театральность, постановка. Они разделены на ряд определенных таких мизансцен. Жизнь зовет Делакруа дальше, и он отправляется в путешествие по Марокко и Алжиру. Зарисовывает все, что видит вокруг. Профиль старца, силуэты людей, одежду. Что успевал, зарисовывал акварелью. Иногда делал пометки в блокноте. Нежно-голубой, зеленый, золотисто-желтый. Это про платок. Сиреневато, фиолетовые рукава. Про рубашку. Но больше всего его покорили и прекрасные еврейские женщины. И, конечно же, он даже говорил, что еврейские женщины восхитительны. Они достойны того, чтобы их писали. Эти же мчужины Эдема. О восточных каникулах Делакруа потом напишет. Я жил там в 20 раз интенсивнее, чем в Париже. Галина Белоусова, Владимир Трофимович, Первый Ростовский. Только к маю, похоже, освоится в Ростове весна. На набор тепла к праздникам и каникулам остается всего один день. Но долгожданная тенденция уже заметна. А заметил ее наш метеакор Иван Полехин. Закрывающему апрель дню он обещает все плюс 20. Ростовщане, всем огромный погодный привет. Ну что вы там на своих приусадебных участках уже начали садовые работы? Если нет, то сегодня самое время. По народному календарю 29 апреля Федот Садовод. В этот день наши предки высаживали яблоны, сливы, арахис. И обязательно приклеивали к северной части стороне деревьев мох, чтобы не заблудиться. Ну так как компасов в те времена еще не было, мух рос где попало. И по лесам, садам бродили воры, заблудившиеся медведи, тля и другие животные. На Федота Садовода наши предки примечали. Если яблоко от яблони недалеко падает, то это хорошо. А если далеко, значит яблоньку кто-то трясет. И тут уж стреляя не раздумывая. Попасть в этом случае к богатому урожаю цикория. А не попасть, то есть промахнуться к несчастливому замужеству. Ну дождались. Теплы на улице сегодня просто замечательно. А завтра будет еще теплее. Почти плюс 20 на термометрах в тени. Это уже совсем близко к лету. Ветер слишком досаждать не будет. Его скорость меньше 4 метров в секунду. Сущий пустяк. И ночью не хуже, как говорят, тепло, светло. Насколько это, конечно, возможно ночью. И мух пока нет совершенно. В общем, начинаем наслаждаться весной. Чтобы потом опять не жаловаться, что она прошла мимо нас. Что ж, таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском. Завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и во всех соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация, контакты на сайте 1Rostov.tv. В студии были Алина Николаева и Рубен Данов. Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин